Октябрьская библиотека номер 2 имени Николая Жернакова представляет Приоткрывая тайны прошлого Археология – это наука, которая открывает перед нами тайны прошлого и позволяет нам взглянуть на нашу историю по-новому. Она помогает нам понять, как жили наши предки, что они создали и какие события повлияли на развитие человечества. Археологи работают на множестве археологических объектов от древних городов и заброшенных поселений до гробниц и артефактов. Они систематически изучают различные слои поверхности, раскапывая землю, чтобы раскрыть прошлые события и цивилизации, которые когда-то существовали. Это захватывающий и сложный процесс. Археологи должны быть тщательными в своей работе, чтобы сохранить найденные объекты и информацию в наилучшем состоянии. Они используют различные технологии и методы, чтобы воссоздать историческую картину и расшифровать послания, заключенные в объектах. Однако археология – это не только о раскопках и находках. Это междисциплинарная наука, которая включает в себя сотрудничество с геологами, химиками, биологами и другими специалистами, чтобы получить полное представление о прошлом. Археологические находки соотносятся с историческими событиями, что позволяет нам собирать пазл и понять нашу историю. Раньше, когда археология не была наукой, ее определение отличалось от современного. Так, например, Платон употребляет термин в значении рассказа о старине. В его произведении «Гиппи больший» софист Гиппи объясняет Сократу, что спартанцы слушали рассказы о родословных героев и людей, о переселениях, то есть о том, как в старину основывались города и вообще о всей археологии. До XVIII века термин археологии вообще не употреблялся, после чего европейские искусствоведы стали обозначать им описание памятников античного искусства. В XIX веке понятие археология тоже не было устоявшимся. Под ней понимали вообще все сведения о предметах старины, даже и не совсем глубокой. Так, в 1809 году Московский университет предложил своим слушателям «Курс археологии и истории изящных искусств». На основании данной дисциплины в дальнейшем была создана кафедра теории изящных искусств и археологии. Замечательный историк Михаил Погодин, выступая в 1869 году с докладом «Судьба археологии в России», на первом археологическом съезде в Москве подчеркнул, что археология есть наука или учение о древностях, а предмет – ее преимущественно памятники вещественные, но во многих отношениях нельзя отделить от них не только памятники письменные, но и устные, бытовые. Да, памятники вещественные, устные, бытовые, письменные, имеют тесную связь между собой и разделены быть не могут. Невероятно, но поиск древностей начался еще в древности. Так, вавилонский царь Набонит, 6 век до н.э. приказывал раскапывать развалины старых дворцов, искал надписи древних царей. Еще вопрос, а зачем? Зачем нужны археологические исследования? Дело в том, что иначе невозможно получить сведения о дописьменном периоде истории, ведь письменность существует всего около 5000 лет, так же, как и понять историю народов, у которых письменность не сложилась. К тому же, заметим, первые письменные источники, такие как египетские иероглифы, клинопись, греческое линейное письмо, были открыты именно археологами. Археологические данные могут подтвердить, существенно дополнить или, напротив, опровергнуть данные письменных источников. Есть такое модное ныне слово «верификация», что означает подтверждение, предоставление объективных свидетельств. Так вот, установлением истины путем сопоставления письменных и вещественных источников занимался в V веке до н.э. греческий ученый Геродот. Он писал свою знаменитую историю, опираясь не только на рассказы очевидцев, но и на материальные, вещественные источники, которые сам видел и описание которых составил. Археология изучает прошлое человека, причем неважно, где этот человек обитал – в Америке, Африке или Европе. Археологию интересует жизнь во всех странах и на всех континентах. Что касается хронологических границ, за которыми кончается археология и начинается, собственно, история, то они достаточно условны. Ученые в целом руководствуются следующим принципом. Методы археологии целесообразны использовать в тех случаях, когда письменных источников нет или их недостаточно для реконструкции картины событий. В большей степени это относится к доисторическому и протоисторическому периоду. Археология играет важную роль в сохранении нашего культурного наследия. Путем изучения исторических объектов и мест мы можем сберечь их для будущих поколений. Это также помогает нам сохранить традиции, веру и идентичность нашей культуры. Приоткрывая тайны прошлого, археология вносит вклад в наше понимание мира и помогает открыть новые перспективы нашего существования. Ее влияние на историю и наши жизни неоценимо, и мы имеем обязанность не только продолжать исследования, но и уважать и сохранять нашу историю и культурное наследие для будущих поколений. Спасибо за просмотр! Видеопрезентацию подготовила Буярская Евгения, библиотекарь Октябрьской библиотеки номер 2 имени Николая Жернакова. Библиотекарь Продолжение следует...